доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки приближается у нас праздник сегодня выходной надеюсь что вы проводите его замечательно как и подобает но все-таки рынки не дремлют наша задача быть в курсе всего что на них происходит сегодня полноценная торговая сессия поэтому традиционно предлагаю все-таки уделить несколько минут им взглянуть на то чем запомнилась пятничная торговая сессия и что у нас в принципе впереди более детально мы картину конечно же проанализируем сегодня в 16.30 по московскому времени когда состоится традиционный вебинар прайды понедельника буду рад видеть вас со всех там соответственно в прямом эфире если есть какие-то вопросы накопились вы знаете что традиционно их можно задавать чтобы мы с вами обсудили эту тему которая вас интересует поскольку сегодня брифинг у нас в новое время в 9.30 понимая то что не все еще подстроились но все-таки не забывайте о том что это теперь у нас время будет постоянно надеюсь что для кого-то она более приемлемо ну в общем на любой фидбэк конечно же всегда мы стараемся отвечать как и подобает если больше запросов было на то что время лучше перенести соответственно мы поддержали такую позицию напоминаю что в отношении вебинаров действует то же самое если 16.30 по московскому времени является не очень удобным временем давайте тогда переносите будем двигать дальше я также не против то есть и в этом включая также жду от вас обратной связи напоминаю пятна в 16.30 по московскому времени вебинар правильный понедельник где мы пробегаемся по ключевым событиям прошлой недели осмотрим на что нужно обратить в рамках предстоящих торговых на пяти сессий ну и ставим как к срочной цели которых можно придерживаться в рамках опять же всей торговой пятидневки но теперь давайте переходить к динамике черного золота с которой мы традиционно начинаем каждодневный анализ думаю вы все прекрасно видели то что четверг и пятницу как мы и ожидали бренд все-таки корректировался потому что весь тот целостный тотальный фундамент который мы анализируем он по ближнему сигнализирует о том что позиции черного золота нужно распродавать в частности закрытие даже лоу пятница у нас 32 67 я уверен то что до тридцатки мы доберемся самое ближайшее время сейчас правда бренд торгуется с небольшим повышением 33 49 возможно позитивный тренд который мы сейчас наблюдаем но только локального характера в рамках сегодняшней торговой сессии связан с реакцией на пятничную статистику по количеству боровым сша вы знаете то что они снова снизились как и прошлой неделе до 413 с 439 но помимо того что статистика указывает на снижение количества боровых у нас есть еще и цифры которые отражают уже общие объемы производства и мы знаем то что даже несмотря на снижение количества боровых все равно показатели выработки зашкаливают какой бы регион мы с вами не рассмотрели но нас прежде всего интересует россия и опек то есть ключевые производители и здесь мы знаем опять же количество нефти сейчас находится на практически исторических максимумах что в целом на фоне слабости мировой экономики позволяет рынку и прежде всего долгосрочным трейдерам по-прежнему руководствоваться присутствующим ключевым негативным фактором и обстоятельством для нефти это крайне избыточное предложение и эту проблему пока не удается разрешить хотя были конечно же предпосылки через ожидание того что встреча между саудовской аравии катером соответственно венесуэлы и россии приведет к тому что стороны осознают необходимости снижения на планке производства поначалу на прошлой неделе был по факту договоренности того что количество нефти по производству решили заморозить был позитив но потом рынок все-таки начала вникать в суть проблемы и каждый участник осознал то что заморозка это не снижение и вот собственно мы по-прежнему выступаем в пользу того что бренд остается аутсайдером рынка этот товарный актив нужно распродавать потому что в целом ключевая проблема еще не разрешена тем более что даже несмотря на достигнутую договоренность так называемый такой союзный пакт вы помните про последние комментарии со стороны ирана и саудовской аравии о том что иран все-таки как ни крути больше будет отдавать предпочтение текущим условиям которые сложились после снятия финансово-экономических санкций поэтому не обещают то что будут поддерживать эту договоренность и саудовская аравия может быть видит то что происходит в рамках ирана напомню что мы с вами анализировали последнюю статистику по выработке нефти увеличение производства после снятия санкций и надеюсь вы помните что в прошлом месяце ирана считался о том что объемы поставок увеличились больше чем на 300 тысяч баррелей в сутки сегодня утром вышли новые цифры иран выполнил свою первоначальную цель новые поставки дополнительные плюс к тем объемам которые действовали на 500 тысяч баррелей в сутки а значит у нас фактически объемы производства со стороны этого ближневосточного государства уже выше трех миллионов баррелей в день это очень много и мы понимаем то что исходя из последней позиции эти цифры будут только дальше расти саудовской аравии ясно не будет отставать поэтому также заявление министра нефти саудовской аравии о том что они не будут поддерживать эту договоренность тоже поэтому был раньше позитив были раньше положительные ожидания того что все таки если и пройдет это внеочередное заседание опек там будет принято решение о том что объемы нужно снижать потому что эту проблему связанную с избыточным предложением решить иначе не удастся объемы не снизили внеочередное заседание прошло значит на рынке не остается ни одного положительного ожидания которое можно было использовать качестве основания для долгосрочного роста бренда тем более что мировая экономика к сожалению у нас продолжает переживать не самые лучшие времена спад он совершенно очевиден то есть готовимся к тому что бренда непременно уйдет сначала в район поддержки 30 долларов за баррель а потом шагнет еще глубже далее идем доллар против рубля 76 61 в целом 75 уровень поддержки держится эта неделя начинается налоговый период но я все-таки делаю больше ставку на то что на этой неделе мы увидим продолжение слабости бренда а поэтому рубль будет вынужден закрыть глаза на прочий фундамент налоговый период да там будут миллиардные платежи на в качестве налоговых обязательств по налогам ндпи со стороны российских экспортеров но этот позитивный фон за последние 4-5 месяцев мне кажется ни разу не оказал стоящей поддержки курсу национальной валюты это совершенно логично сейчас сделать ставку на то что ослабление потенциальная нефти будет провоцировать очередной виток девальвации рубля поэтому не сомневайтесь в том что 80 это вопрос самого ближайшего времени дальше будут уровни еще более негативные для российской валюты и российской экономики потому что девальвация вы знаете будет провоцировать рост индекса потребительских цен что сейчас на фоне спада опять же падение снижения заработных плат является может быть одной из самых на серьезных трудностей которые может столкнуться рядовой потребитель далее идем европейская валюта против доллара пятничная торговая сессия как мы с вами предполагали оказалось восстановительные для главного валютного риска 5 сессий в рамках всей недели то есть позапрошлую пятницу понедельник вторник среду и четверг мы видели как евро снижался и это позволило нам предположить о том что в пятницу после такого локального коррекционного ралли трейдеры предпочтут зафиксировать тот профит который уже достигнут а вы знаете фиксация результата провоцирует обратную тягу соответственно против а снижение это локальное восстановление и рост поэтому в пятницу мы его и наблюдали присутствовала конечно ожидание того что негативный тренд может все-таки возобладать потому что куча фундаментальных факторов и обстоятельств которые указывают на то что евро все-таки должно снижаться но мы воспользовались короткосрочной возможностью вследствие чего оказались правы в частности закрытие пятницы 1.11.29 я по-прежнему отмечаю что есть вероятность того что евро предпочтет забраться еще повыше прежде чем мы отправимся к поддержке в район 1.10 и соответственно и ним дальше те кто сейчас находится в рынке опять же с учетом моей рекомендации я предлагаю все-таки сохранить ожидание касательно возможности движения евро доллара в район 1.11.70 и как только эту цель мы реализуем соответственно в ходе следующего брифинга вернемся к перспективам евро доллара и посмотрим как торговать европейской валютой дальше в целом на этой неделе у нас очень много отчетов особое внимание нужно будет обратить на данные по инфляции потому что именно инфляция является предвестником потенциальной решительности со стороны европейского центрального банка еще одна неделя миновала стали мы ближе к мартовскому заседанию продолжаем ориентироваться на него и знаем то что все пока складывается в пользу того что европейский центральный банк по итогам своего следующего заседания которое состоится по моему 10 марта все-таки анонсирует доп поддержку через еще одно снижение процентной ставки но если уж мы услышим о решении программы количественного смягчения это уже будет совсем серьезнейший козырь который мы хотим получить вот на протяжении последних двух-трех месяцев и если он будет соответственно анонсирован значит мы непременно пойдем по евро доллару ниже уровня 1 10 потому что все уже будет располагать к тому что евро стремится в район аппаритета это долгосрочные конечно же ожидания также хочу сделать акцент и плавно после опять же того о чем расскажу перейти к перспективам фунта против доллара вы знаете то что сейчас очень актуальная тема связанная с обсуждением брекзита то есть возможности выхода англии состава европейского союза в пятницу состоялись переговоры затянулись они соответственно кэмерона с представителями европейского союза перенесли их на выходные на выходных продолжились и в целом было принято решение что референдум голосования народная воля из явления состоится 23 июня ну в принципе уже скоро но не совсем конечно же но все-таки достаточно времени чтобы поспекулировать на этой теме и судя по последним позициям все-таки есть вероятность того что англия покинет валютный блок и если это произойдет нужно прекрасно понимать то что фунт окажется под серьезным ударом и выпадение англии состава валютного блока будет а точнее лишит европейский союз одного из серьезнейших соответственно представителей этого региона серьезная важная и сильная мощная экономика и если англия выпадет из валютного блока то евросоюза потеряет примерно 0,1 или целых две десятых процента экономического роста я думаю что вы все более-менее ознакомы с цифрами по ввп еврозоны сейчас это небольшой прирост символичный также 0,1 0,2 процента поэтому а в случае такого негативного сценария нулевой на роста просто гарантирован для европейского союза и это еще одна проблема которая будет только усугублять общую обстановку и атмосферу плюс ко всему снижение фунта спровоцирует возможную на решительность со стороны европейского центрального банка потому что нужно будет также ослаблять и курс евро потому что европейский союз очень сильно завязан торгово-партнерских взаимоотношениях с англией поэтому чтобы сохранить конкурентоспособность национальных производителей в рамках еврозоны разумеется драги а будет задумываться о том что задействовать еще один шаг до стимулирования плюс к тем которые мы ожидаем с вами в марте поэтому сейчас долгосрочно даже не стоит сомневаться в том что евро будет серьезно сдавать против основных конкурентов но я считаю то что вот эта сдача позиции она наклевывается прямо сейчас то есть евро для тех кто еще задумывается торговать этого ведь или нет сейчас прекрасные возможности чтобы поставить на долгосрочное ослабление далее идем на фунт против доллара как я уже отметил подобный риск brexit а конечно же в пятницу из-за того что переговоры затянулись стал причиной ослабление позиции фунта сейчас мы видим то что пара фунт долларов торгуется уже на отметке 1 42 79 против фунта также действует еще помимо политических рисков и национальная статистика на прошлой неделе индекс потребительских цен крайне низкие значения минус на целых восемь десятых процента и мы в целом стали готовиться после этого отчета к тому что потребительская активность она непременно отразится на роничных продажах и я настраивался к тому что в пятницу мы должны увидеть слабый отчет по роничным продажам но был крайне удивлен надеюсь как и вы тоже увидеть хорошие цифры не просто хорошие а по сути на максимальных уровнях за последние несколько лет частности месячный показатель роничных продаж в англии вырос до 2 и 3 процента с прошлого снижения на минус 1 и 4 годовой плюс 5 и 2 со прошлого плюс 2 и 3 тоже совершенно очевидный контраст пытался найти причину и даже ну может быть ее и не нужно было искать и так глубоко как я пытался но все-таки сейчас большинство экспертов сходится во мнении что причина роста роничных продаж это колоссальные распродажи которые наблюдались в англии на протяжении последнего месяца то есть по сути рождественские распродажи уступили место прочим потому что за последнее время из-за низкой потребительской активности на складах ритейла скопилось большое количество товара и вот сейчас точнее в прошлом месяце от него активно избавлялись то есть здесь вывода напрашивается сам собой то статистику которую мы наблюдали в прошлом месяце она носит исключительно локальное проявление и локальный характер не нужно строить из этого оптимистичное ожидание и говорить о том что розница нащупала дно и дальше будет только лучше нет это единичная цифра из-за череды провальных макроэкономических отчетов которые мы с вами вернемся вот когда будем подводить итоги этого месяца уже поэтому по англии у нас все без изменений потребительская активность я по-прежнему предлагаю вам делать ставку на то что оставлять желать лучшего вы знаете то что темпы экономического роста едут вы знаете инфляция снижается который является предвестником для будущих показателей потребительской активности и еще хочу сделать ремарку о том что банк англии все посчитав а пришел к выводу о том что до конца этого финансового года то есть 2015-2016 года который завершится через пару месяцев госсектору понадобится куда больше ликвидности чем прогнозировалось ранее ранее была определена сумма в 73 миллиарда фунтов сейчас актуальная цифра говорит о том что банк англии на занимал уже 66 с половиной миллиардов то есть вряд ли они смогут позволить себе занимать всего лишь по 7 миллиардов фунтов на протяжении последующих двух месяцев это было бы конечно же нонсенсом поэтому либо нужно увеличивать его заимствование либо признавать дефицитность бюджета из-за крайне низких показателей экспорта и первый и второй сценарий это потенциальный фактор еще большего давления на позиции британца поэтому я по-прежнему предлагаю вам ориентироваться на то что фунт уже неизбежно идет в район 1 40 до куда мы в ближайшее время и доберемся доллар японская иена сегодня восстанавливается способствует тому и положительный настрой который складывается сейчас на азиатской фондовой секции в частности шанхайский композитный индекс прибавил уже около двух процентов это очень много и напоминаю то что в последнее время позитивные тренды с азиатской фондовой секции перекладываются на такие же положительные ожидания и реакции уже в европе и сша если ничего не изменится я надеюсь что этот настрой сохранится значит доллар японская иена продолжит расти тем более что поддержку американцу оказывают еще и очень хорошие цифры по уровню инфляции которые мы анализировали в пятницу месячные показатели выбрался с отрицательной территории нулевой прирост но это только начало думаю дальше будет лучше ну и совсем уж очевидный прогресс это годовой показатель потому что индекс потребительских цен в таком на эквиваленте временном вырос до 1 и 4 процента против прошлого 0,7 процента то есть в два раза это как раз те самые ожидания которых я предлагал вам придерживаться я уверен то что рост индекса потребительских цен может повлиять на позицию представителей фрс которые отталкивались от низких значений инфляции и не отдавали свой голос за повышение процентной ставки поэтому на следующем заседании федерализированной системы мы с вами вернемся к этим спекуляциям на тему того будет ли фрс в ближайшее время повышать процентной ставки я думаю что вероятность этого есть и если раньше мы ориентировались на 4 повышения потом нам пришлось плавно съехать до 2 3 сейчас я практически не сомневаюсь в том что два повышения ставки уж точно будет а значит доллар сохраняет потенциал для еще большего роста и на азиатской торговой сессии вышли еще слабые данные по промышленному сектору японии в частности 52 против прошлой оценки 52 и 3 если индекса проседить ниже 50 это будет осветить о том что сектор находится в состоянии рецессии а значит вероятность того что банк японии также пойдет на решение программы количественного смягчения как потенциальный европейский центральный банк вырастет и это еще один фактор давления на позиции иена в общем по юсд иене предлагаю смотреть исключительно вверх дожидаться уровня 115 оттуда уже действуйте далее по другим валютным парам юсд свиси актуальная котировка на текущий момент 0 99 11 мы видим то что доллар понемногу растет еще чуть-чуть доберемся до прийти и пойдем выше ни в коем случае не выходим из этой сделки австралийцы новозеландец а здесь у нас серьезный откат после разгрузки в пятницу сейчас актуальны котировки по австралийцу против доллара 0 71 68 хотя минимальные значения были 0 70 67 нзд юсд 0 66 61 минимальные значения также были на фигуру ниже 0 65 63 по этим активам у нас в частности по австралийцу есть стоп лосса в районе но 72 если пара предпринимать попытку оказаться выше тогда нужно будет покинуть расположение этого тандема валютных активов но все равно не горячиться со занятием дальнейших длинных сделок потому что напоминаю вам про последний макроэкономический фон заседание резервного банка австралии комментарии ситуации на рынке труда и инфляции все указывает пользу того что австралийц уйдет ниже 0 70 остается только дождаться этого движения юсдката 0 37 45 понемногу также карабкается вверх пока попытки конечно же не очень уверены но я думаю что все-таки ближайшее время уйдет в район 1 40 тем более что мы с вами верим в то что бренд просядет а разгрузка бренда будет разумеется сказываться на ослаблении и оканаться из важных событий сегодняшней торговой сессии стоит отметить данные по индексу pmi германии сначала это в 11 30 по московскому времени а потом спустя полчаса pmi присутствия сектора в еврозоне целом понедельник спокойная торговая сессия надеюсь что сегодня она и будет таковой важных отчетов но пима конечно же статистика серьезная но не то чтобы оказывать какой-то серьезный иметь серьезный резонанс в динамике той же самой европейской валюты поэтому плавно предлагаю уже задумываться о тех отчетах которые впереди на этой неделе в частности завтра у нас ввп германии и оценка бизнес ожиданий в рамках ведущего локомотива валютного блока по версии ифа вот здесь я буду настраивать вас в ходе завтрашнего утреннего брифинга на негативный блок статистики и соответственно возможности просадки евро доллара собственно на этом все еще раз напоминаю что сегодня в 16 30 по московскому времени как и всегда состоится вебинар правильный понедельник где мы в очередной раз проанализируем общую фундаментальную картину если есть вопросы канал коммуникации прежний форум и канал на youtube и спасибо за внимание с наступающим праздником всего доброго до свидания а и Продолжение следует...